В предыдущем видео мы начали исследовать кривую АЭС, которая, как я уже говорил, означает «инвестиции, сбережения». И мы проанализировали ее с точки зрения инвестиций. Мы думали о ней как о реальной процентной ставке, влияющей на уровень инвестирования и на равновесие уровня реального объема производства. Высокие реальные процентные ставки дают низкий уровень инвестиций, что ведет к низкому равновесному объему производства. Так что этот сценарий ближе к тому, что здесь. Если реальные процентные ставки ниже, это приведет к более высокому уровню запланированных инвестиций, что спровоцирует увеличение равновесного объема производства. Вот здесь. Это было скорее с точки зрения инвестирования. В этом видео я хочу исследовать ту же самую связь, ту же самую кривую, но думать о ней скорее с точки зрения сбережений. И в таком случае мы собираемся получить то же самое, но вместо рассмотрения реальных процентных ставок и их влияния на ВВП, мы собираемся рассмотреть ВВП и его влияние на реальные процентные ставки. Так что давайте я ставлю это наверху. Теперь просто проанализируем модель ВВП по расходам. Итак, мы знаем, что совокупный доход, или совокупный ВВП, или совокупный объем производства, как бы вы его ни назвали, вы можете разложить по составным элементам расходов. Он равен совокупному количеству трат потребителей, то есть доходу после вычета налогов, у-т, доход после вычета налогов, плюс инвестирование, плюс государственные расходы. Я мог бы учесть чистый экспорт, но для упрощения предположим, что у нас закрытая экономика. Так хорошее моделирование сбережений и инвестиций становится немного проще. Сейчас я хочу вычислить инвестиции. Если я вычисляю инвестиции, я просто собираюсь вычесть это и это из обеих частей уравнения. И я получаю, что совокупный доход минус совокупные траты потребителей, минус общая сумма государственных расходов равно… С правой стороны я собираюсь оставить инвестиции, вот здесь. И вот это интересно, потому что это общий доход минус… что? Я хочу убедиться, что не запутал вас, так как это выглядит как строчная буква «С». А если мы говорим о совокупном потреблении, это обычно большая «С». Итак, слева у нас общий совокупный доход, минус траты потребителей, минус государственные расходы. Получается, что это совокупные сбережения. Давайте подпишем. Как мы видим, люди делают сбережения, которые переходят в банки, и затем сумма выдается, а затем ее снова инвестируют. Или вы можете делать сбережения напрямую через инвестирование. Итак, то, что у нас здесь, равно инвестированию. Вот поэтому она и названа кривой «АЭС». Когда вы смотрите на модель по расходам, сбережения и инвестиции, на самом деле одно и то же. Обратите внимание, на эту кривую можно посмотреть с двух точек зрения. С точки зрения инвестиций или сбережений. И когда понимаешь это, эта кривая выглядит немного иначе. Потому что, когда вы смотрите на нее с точки зрения сбережения, вы говорите, «И что будет, если ВВП возрастет? Что будет, если вот здесь у нас будет высокий ВВП?» Так, если у нас высокий ВВП, или, давайте скажем точнее, если ВВП возрастет, траты потребителей, которые являются элементом ВВП, тоже возрастут. Но они не возрастут так же сильно. Они возрастут во столько раз, сколько будет вот в этом выражении. Они умножатся на предельную склонность к потреблению, которая меньше единицы. Она между нулем и единицей. Так что траты возрастут меньше, чем ВВП. И тогда, ради удобства модели, мы предположим, что это происходит без каких-либо изменений в правительственных расходах. Так что, если общий совокупный доход растет, то сбережения тоже растут, если мы предположим, что правительственные расходы – постоянная величина. И тогда сбережения растут. А если сбережения растут, значит, становится больше ссудных фондов. Можно одолжить больше денег. А если можно одолжить больше денег, что случится с процентными ставками? Ну, процентные ставки – всего лишь цена займа денег, цена денег. А если у вас чего-то больше, цена этой вещи падает. Так что, если сбережения растут, реальные процентные ставки падают. Так что, если у вас высокий ВВП, вы, в конце концов, получите низкие процентные ставки. Итак, еще раз мы посмотрим на это с точки зрения влияния ВВП на процентные ставки. Здесь у нас высокие сбережения. Поэтому у нас будут низкие процентные ставки. И вы можете взглянуть на это и наоборот. Если у вас понижается доход, сбережения также упадут. Но они упадут не так сильно, как доходы, из-за того, что предельная склонность к потреблению ниже единицы. Мы уже выяснили это. И мы видим это вот здесь. Итак, в совокупности сбережения упадут. И еще раз, правительственные расходы остаются на том же уровне. Так что в этом случае сбережения упадут. У вас меньше ссудных фондов, меньше сбережений, которые можно ссудить. Тогда, если у вас меньше каких-нибудь товаров или чего-то еще, что случится с ценой? Цена возрастет. Цена одалживания денег – процентная ставка. Так что в этом случае процентные ставки возрастут. Подвинемся вот сюда. Если совокупный доход падает, судные фонды уменьшаются, процентные ставки будут выше. Итак, еще раз, это та же самая кривая, кривая ИЭС. И мы можем сделать два вывода. Первый. Мы поняли, почему она так называется. Потому что инвестиции и сбережения, если посмотреть на них с такой точки зрения, на самом деле одно и то же. Сбережения одного человека – инвестиции для другого. И когда мы смотрели на это с точки зрения инвестиций, мы рассматривали влияние R на Y. Сейчас мы рассматриваем наоборот. Y влияет на сбережения, которые оказывают влияние на R. Но это дает нам то же самое отношение в рамках этой модели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...